И снова я рад приветствовать вас в очередном заканчивающемся году. На этот раз есть новости не совсем связанные с нашим проектом. Наверное вы уже обратили внимание, что разработка игры в последнее время идет не очень быстро. Полтора года назад мои товарищи попросили меня помочь им в разработке их игры. Ну и в общем-то говоря я им с этой игрой помогаю. Если вам интересен VR, в описании есть ссылка на страницу в стиме. Там сможете посмотреть поподробнее. Ну а мы возвращаемся к нашим баранам. Пожалуй стоит сразу отметить, что в этом году вышла новая версия Unreal 5.0. Многие ее очень ждали, в том числе и я. И в ней есть очень много новых полезных инструментов. В частности Geometry Script. Это плагин процедурного моделирования. То самое процедурное моделирование, которое я делал самостоятельно, но не доделал. Еще я ждал от эпиков, что они в этом году сделают Entity Component System, но они в этом году его не сделали, что печально. А так пятая и четвертая версии с точки зрения подхода к разработке вообще ничем не отличаются. Теперь непосредственно к самому проекту. В этом году я в основном занимался переносом всех систем, которые были сделаны в виде прототипов на плюсы. В двух словах это сложно описать. Это достаточно рутинный процесс, поэтому рассказывать о нем смысла мало. А вот что бы я отметил, так это то, что я решил отказаться от людей. То есть поскольку действия происходят на другой планете, то и основные обитатели тоже будут, хоть и гуманоидные, но не люди. Честно говоря, как их назвать я еще не придумал. Почему без людей? Не знаю, просто люди уже везде надоели. Их и в реальной жизни хватает, и игр полно, и фильмов, и так далее. А произведений, в которых люди отсутствуют вообще в каком-либо виде, достаточно мало. А потому человеков не будет. Еще этот год стал интересным в плане нейронок. Вышло очень много различных нейросетей, которые действительно стали показывать какие-то интересные результаты. Если до этого нейронки воспринимались как-то несерьезно, то сейчас они уже представляют некую весомую силу. Хоть и не без помощи человека, но так или иначе они могут действительно крутые вещи творить. Вот, например, в рамках экспериментов со Stable Diffusion я пробовал генерировать различные арты, основываясь на скриншотах. А также пробовал генерировать визуальные элементы интерфейса. Какие планы на следующий год? Для начала нужно закончить перенос всех систем и заставить нормально работать в билд на пятой версии Unreal. Далее дождаться Entity Component System от Epic и посмотреть, что он из себя представляет. Если он будет удобен в использовании, то буду использовать его. Ну а если неудобен, придется писать свой велосипед. Далее нужно будет закончить персонажа, его одежду. Пока что будет достаточно в единственном экземпляре. Ну и на основе всего этого попытаться собрать какой-то билд. Надеюсь, у меня будет достаточно времени на все это. В общем, как-то так. Да, получилось немного так скомкано и не очень понятно. Но, наверное, дело в том, что слишком подробно описывать не получится. Это растянется надолго. А коротко я толком описать не могу. Засем, я думаю, мы прощаемся до следующего года. Традиционно хочу поблагодарить Александра Валаускаса за финансовую помощь. А также хочу поблагодарить всех за проявляемый интерес к проекту. Я надеюсь, что в скором времени уже будет не только разглагольствование писанина и показ картинок, но и что-то играбельное. Всем счастливого Нового года и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова